При всем происходящем, смею вам сказать, я рада. Я смогла раздобыть себе кофе. А теперь я себе таким образом делаю воду для чая. Его налью, с ним будет проще. Его можно налить в термос, закрыть. Он там и настоится, вода не должна быть кипяченой. Для чая никогда кипяченую не заливаю. И она там будет долго держать температуру. Поэтому, слушайте, хорошо, что мы не безрукие. Так что выживание нам будет комфортным. Особенно моим землякам-мариупольцам. Им теперь ничего не страшно после того, что они пережили в Мариуполе. Ни торнадо, ни тормента, ни ураган, ничего. Я сегодня поржала, когда перевела сообщение дословно. Написано, что... Осторожно, в вашей локации будет очень страшно. Там сколько-то миль в секунду. 80, по-моему, миль в секунду. Но это до хера 80 миль в секунду. Я езжу... Машина едет 45-60 м... Ну, я больше 60 не езжу миль в секунду. А это 80 миль в секунду. Там сносило людей... Даунтаун там срака. Там перевернуло троллейбус. В общем, вот так вот. А, так что в сообщении было написано, что будет в вашем районе вот это вот что-то. Ну, вот это происходящее. Вам надо срочно покинуть улицу. Пойти, зайти куда-то обязательно в укрытие, в билдинг. И отойти подальше. А кокон, потому что летящие предметы могут ранить и убить. Прикиньте. А я себе такая на уличке. Как там, бедный тот был бомж, который был на лавочке и который был за трансформаторными. Я не знаю, как они пережили это страшилище на улице. Точка на зламности. Пришла зарядить всю технику. Вон телефон на одной зарядке. Этот телефон на другой зарядке. Сижу и думаю. Наверное, надо поехать, поискать какой-нибудь Старбакс. У Марии Михайловны в районе электроэнергия есть. В нашем нет. Где-то взять ноутбук, идти, садиться, подключаться к Старбаксе, к электроэнергии. Подключаться к интернету и начинать работать. Потому что мой компьютер это сервер. И там, наверное, мои в шоке. Они даже не знают, что происходит. Я не могу никак им сообщить. Потому что даже мобильного интернета у меня нет. Он-то появляется, а то исчезает, видимо, где-то поломки. Да. Так что я в точке на зламности. Так, ну что, поехали. Дождь идёт. А что делать? Работать надо. Там мои, наверное, в шоке, где Лена делась. Сервера нет. Лена не откликается. Не предупредила. Скажу что-то не то. Потому что такого обычно не бывает. А вот бывает. А вот бывает. Лена не знала ни про ураган, ни про торнадо. А что тут это дерево? Вот мне интересно вчерашнее. Сейчас посмотрим. Оно не рухнуло. Как люди под деревьями ставят машины. Вот это дерево. А ветку спилили. Валяется куча этих... Куча травки. О, листика. Ну, блин. Капец. Да, ветку спилили, вижу. Я забажаю кому-то сзади ехать. Я рассматриваю. Людям надо ехать. Так, ок. Ворота открыли. Молодцы. Я вчера думала, что их открыли, потому что... Да потому что... Они электрические. Они не открываются без электричества. Вот их и открытыми оставили. Ну, распахнули. Так, еду в поисках Старбакса. Надо работать. А что мне так что-то пищит? В ходовой. Так, а теперь мне тут надо перестроиться. А, светофоры не работают. То есть, тут идти в Старбакс не имеет никакого значения. Ну, пойдем рассмотрим, а что делать. Светофоров нет. Ну, поехали куда-нибудь. Светофоры, там, я полагаю, есть электричество. Так, бензин есть, деньги и есть. Это самое главное. А, да, тут все закрыто. Хорошо, что я не перестроилась. Тут реально все закрыто. И даже... А, нет, Кругер открыт. Ну, он что, на генераторе? Так, а ну что, пока тут все стоим? Старбакс что-то я не вижу. Нету света. Так, как же что-то увидеть издалека. Так, Старбакс. Темнота. Окей, все. С чувством понимания ситуации. Так, поеду в тот, который я знаю. Во-первых, думаю, поеду в Рэндаллс. Я не могу понять, что у меня происходит. Я столько делала здесь творог-ряженку. Топленое молоко. Но топленое, то такое. Стопил и оно молоко-то и молоко. У меня перестала получаться ряженка, перестала получаться творог. Так, я не могу понять, что-то с моим ферментом или что-то с молоком люцерна, которое я беру, делаю под творог. Что-то с ним произошло. Я бы не хотела, потому что если я осталась без этого фермента, значит у меня не будет ни творога, ни кефира, ничего. А, тут тоже нет электрики. Пляха. А, если это налево я поехала, нет электрики. Но, если бы я поехала прямо, там все есть. Вот. И если вдруг я останусь без ряженки и кефира, и творога, это засада. Кстати, мне надо быстро понять эту ситуацию, пока у меня Анечка, девочка, знакомая, клиентка в Украине, чтобы ей тогда передали мне новые ферменты. Надо будет со всеми связаться и попросить. Но если это что-то произошло с молоком, я просто еду в другой магазин. Я перепробовала все молоко, кроме люцерны, из всего получается жижа, полная жижа, жопа. Вот. А сейчас я хочу взять... Еще съездить в другой Рэндаллс. Ну, неужели у них разные поставки? Ой, и тут светофоры работают. Ага, ага. И попробую. Это что-то с молоком не то. Еще раз, еще одно молоко изведу. Хотя сегодня я из топленого недавно я вытопила. Ряженка. Я, кстати, приду, покажу, сниму видео, в каком виде это ряженка. Вот ряженка. И она, видите, в ней отошло. Ну, сыворотка, и она вот какая-то такая. Обычно она не такая. Она какая-то затвороженная. Ну, это не ряженка. Я такую не хочу. У меня ряженка получалась красивая. А это и на вкус, она даже в ней как сырная масса. Ну, ужас. Я ее ложкой ела. Она как-как... Я даже не могу объяснить, какая она. Но я хочу нормальную ряженку. И я хочу хороший сыр. Такие, как они были раньше. У меня обычно всегда была закваска. Я ее разводила. Ну, типа в банке. Типа кефира. Ну, у меня тогда было и много заказов. А сейчас что-то я забила на это все. Мне некогда. И клиенты перестали даже заказывать. Ну, я не выставляю ни рекламу нигде. Не выставляю ее ни... Ни в чем не выставляю. У меня ж не я группу под это все сделала. У меня раньше была закваска. Блин, и тут нету света. Ну, как это понять? Ни один светофор не работает. Капец. И раньше у меня была бутылка. Я ее выливаю. Остаток остается. Либо у банка. Знаете, как говорится, грязная. На стенках. Заливаю новым молоком. И оно дальше стоит, квасится. То есть я не разводила фермент. Ну, либо бактерию. Не выращивала. Редко-редко. А теперь у меня, когда она перестаивает, она скисает. И, естественно, я осталась, ну, без закваски этой. Надо новую разводить. Так, где мне поворот делать? Я чуть-чуть забываю тут. Нет, тут ехать. Ехаем ряда. И тут не работает. Ох ты, Йоханни-бабай. Светофор висит на сопле. Надеюсь, он мне на машину не упадет. Потому что все когда-то висит-висит и почему-то однажды падает. Я его хочу объехать. А вот эти светофоры впереди работают. Короче, как-то оно выборочно мочнуло. Видимо, где какая линия электропередач. Сзади меня летит какая-то скорая или пожарная. Наверное, где-то авария. Потому что пожарный, знаю, в такую мокрую погоду может быть или нет. Да, она за мной едет. По моей дороге где-то. Где-то авария. Так, это мне сейчас ее надо будет где-то пропустить. Мне надо прижаться вправо. Или ехать быстрее ее. Какая-то она меня настигает. Блядь. Тут узкая дорога. Куда я должна съехать? Так, мне нифига. Она пока еще меня не настигла. Ой, сколько поломанных. Видите деревья? Так. Ну тут точно надо мне как-то... Ах, блядь. Ах, блядь. Она меня настигает. Почему ее не пропускает? А, задние остановились. Блин. Поломанных деревьев слева я не могу повернуть. Да, ее задние пропустили машины. Сейчас моя будет очередь ее пропустить. Сейчас я все-таки еще поднажму на газ. Тут, конечно, тоже потрепало. Вся улица была в поломанных деревьях. Во всяком случае, в ветках. Не самих деревьев огромных, а веток. Ветки трепало. Тут же дубы огромные. Бля, мне надо все. Мне надо спрыгивать с дороги. Тут дубы. Вот эти вот вековые огромные. Так, минуты съехать. Я могу попасть. Что я себе думаю? Я не могу найти место. Какой-то карман, чтобы мне съехать. Я иду на опережание. Я перед ней лечу. Но так лететь не очень. Может, она где-то в какой-то переулок съедет. Хер там. Бля, все съезжают. Так, она меня настигла. Мы ее пропустили. О, тут поломало все. Знаки стоп. Чистят дороги. Да, короче, тут у нас, да. Потрепало они по-детски. Ага, видите, аварийка поехала направо. Где-то там. Да, тут не кисло. Не кисло. И тут не работают эти. Блин, походу туда, куда я и еду, там тоже все не работает. О, а что ж мы не поехали вдвоем? Поехали, чувак. Наша с тобой. Наша с тобой дорога. Ну, правильно. Вот это ж тут бараны без светофора ездят по очереди. А когда много полос, они не могут организоваться. Ой, 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 ой. Блин, не могу я ехать и снимать направо-налево. Центральную улицу они подчистили. Сейчас хочу проехаться по какой-то улочке, где живут люди. Там вообще все поломано. Там все, капец, там деревья поломаны. О, и вот они деревья, которые над дорогой верхушки все поломаны. Вот, смотрите, сейчас приторможу чуть-чуть. Вот так вот все вокруг. Я сейчас чуть-чуть приторможу и не могу тормозить. Слева. Это все поломано. Это все поломано. Все поломано. Это все улицы поломаны вот такие. Ну, судя по грязным тротуарам, видимо, уже с утра коммунальщики работают, распиливают и вывозят. Потому что листву еще не все успели подмести. Я слышала, с самого утра вот эти пылесосы гудели. Ну да, тут все потрепано. Так, раз цвета, вот тут полиция. Так, где-то тут я хочу заехать. Так, я хочу тут где-то найти Старбакс, чтобы поработать. Ой, тут что-то очень много аварийных машин. Ну, зато вау. У любви, как у конца, кольца, ни начала, ни конца. Обнялись и стоят. Молодцы. В Рэндалсе тоже нет света. Он работает на батареях. И вы знаете, я вам скажу, тут есть какой-то не очень приятный запах рыбы. То ли холодильники они не подхватили ночью, то ли я не знаю. Где тут молоко, я не помню немножко. Это другой. Рэндалс. А, ну вот, холодильники все накрыты. Говорю же вам о Магеддон. Где же молоко? Ага, дело с этим закрытым. Мне надо молоко. Его закрыли. Ебать копать. Елки-палки. А сметана хотя бы. Ну, очень хочется молока взять. Очень хочется взять молока. Дебные магазины. Они будут сейчас терпеть такие потери. Пойду попрошу сотрудника молоко взять. Может, разрешит. Сейчас, прошу. Я хочу молоко. Нет? Нет. Окей. ну блин не дал мне молока нахрен люди все с фонариками ходят капец ну да они боятся чтобы они открыли холодильник о свечки нахрен не свечки слушайте как фильм про конец света иду по пустому темному холодильник магазину супермаркет надеюсь никаких беспорядков не будет кто это забыл потерял свою кофточку хлеб мы не надо молоко очень жалко хотелось молока очень хотелось молока чехлеба по китой точно взять а вот конечно это такая жопа ночью сюда приехала я думаю что тут свет есть света нигде нету значит мне получается и starbucks искать незачем ой бля тут вообще ничего не видно я даже не помню где тут хлеб это не тот магазин а кстати самый первый рэндлс как я только хьюстон приехала называется толкай в карманы все что хочешь и нести куда хочешь да я хочу сказать это очень необычно все люди ходят с этим да конечно я ищу по магазину сценариками кстати украинцы вы заметили что у нас уже бы не работали в магазинах из света потому что Продолжение следует... 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 И нет никому, поехали дальше. Тут по очереди. Я не знаю, сколько я буду без электрики. Я к Маше. У Маши посидела. А вот светофор работает. Я у Маши посидела. Видите, светофор работает. Дала возможность своим поработать. Как завтра, я не знаю. Сыну надо ехать сюда. И я ему сообщила об этом. Вот видите, ветки тут еще не пособирали даже. Поломанные на тротуарах. Тут всегда идеально чистенько. Не успели. Че ты бешеный? Придурок. Никто маневры не совершает. Когда в Мексике был этот шторм, я долго ходила, снимала последствия его разрушений. Там, конечно, вообще вспомню этот ужас. Шторм унес два метра. Два метра. Кстати, река, река, речушка даже из берегов не вышла. Унес океан два метра высоты уровня земли с побережья. Повыкапывал то, что было в глубине два метра вниз, он закопался. Это был жах. Я когда ходила, я когда ходила, снимала, кстати, в этом видео надо будет прикрепить мексиканский шторм. Там очень интересные кадры. Во-первых, и Мексика это интересно, и мы жили в интересном месте. И плюс еще этот шторм безумный. Вот гляньте, здесь у нас горит свет красный. А, и на перекрестке тоже горит. Я думала, что только наша полоса горит, а другая не горит. Что там, Крогер? Работает? Работает! Тут, оказывается, нет электроэнергии. Ой, извините, зевала. Нет электроэнергии, но магазины работают. Люди ходят с фонариками. На генераторах стоят кассы. Чувак набирает бензин в канистры. К чему они готовятся? Они меня пугают. Тут жуткие очереди на этих, на заправках. Я давно не видела тут таких. Вообще на заправках не видела никогда очередей. У меня вот эти очереди на заправках. Это война в Украине началась. И у меня какие-то сегодня очень плохие ассоциации. С этими очередями, с этими магазинами. А, не, вон вывески висят. Неужели свет у нас в районе дали? О, в Крогере освещение. Йохан и Бабай, еду молюсь. Один, неужели у нас электричество? Потому что в Крогере света не было. Так, дом. О, фонари на улице горят. Ой, в квартирах свет в этом доме. Но я не забыла, он у них или не был. Аллилуйя. А что тут? А, тут нерегулируемых перекресток. Так, где тут свет в домах? В соседних. Не вижу. А раз у нас светофоры не работают, то... То что? Ай, ехать так. Вот эти дома у них вчера не было. Электричество, как и у нас. И сейчас нету. Все. Надежда умерла. Надежда умерла. Куда мне ехать? На какие ворота? На вот эти? Фигня какая-то. Выпусти меня. Едет глаза на выкате. А, тут въездные ворота открыты. А я поехала не на те, на выездные. Ну, все. Нету света, разворота открыты. Ах. 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 Субтитры сделал DimaTorzok